Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки и добро пожаловать на новый ролик по бабуле-пердуле Грэне. Друзья, сегодня мы рассмотрим самый крутой баг на телепортацию. Я вам на стриме, конечно же, уже его показывал, но стрим смотрело примерно 3000 человек, так что отдельным роликом было бы это записать гораздо лучше. Плюс сегодня я его немножечко доработаю благодаря вам, вы мне подсказали, как это сделать гораздо лучше. Так что, в принципе, давайте начинать. Очень крутой баг. Мне изначально вообще история этого бага началась с того, что мне подсказал один подписчик в личке ВКонтакте. Каким-то чудом я смог уследить его сообщение, но, к сожалению, у всех я так не успеваю. Ну ладно, не об этом. Вот, он мне написал, сказал сделать эту ерунду с кровати. Ну, я попробовал на стриме, замечательно, все получилось. Потом смотрю, мне пишут еще подсказы, потому что там можно и записку какую-то брать, потом я на ютубе вообще видос увидел, где можно как-то в ящик там залезть и тоже с помощью ящика это еще сделать. Ну, короче, все это было очень долго запутано и в итоге я, короче, понял, как это сделать. Идеально, супер классно и супер круто. Так что, в принципе, давайте этим сейчас и займемся. Вот, сам баг мне очень понравился. Действительно, ну, очень он крутой. Так что, ну, вы должны это оценить лайком, друзья. Можете пользоваться, для прохождения вообще идеально поможет, серьезно. Да, кстати, сейчас я уже не на взломанной версии играю, потому что все, что я хотел со взломкой, я уже сделал. Теперь мне, ну, остается уже только играть на нормальной версии. И скоро выйдет такой крутой, ребята, видос. Это будет просто самый лучший взлом на Грэйне. Я скоро это все выпущу. Это будет что-то нереально круто. Если хотите, пишите в комменты, ребята, обязательно, чтобы я видел то, что нужно вам это или нет. Так, ладно, мы должны, короче, взять вот эту вот секретную записку. Прошлые жертвы, так сказать. Так что, давайте-ка мы ее берем. И сейчас аккуратненько. Я бабулю только что слышал. Ага, вон у нас смоталось куда-то нормально. Так, теперь мы берем эту записку и, короче, заходим в нашу комнатку. Заходим в нашу комнатку и с помощью замечательнейшей кровати мы начинаем делать баг. Делается он достаточно просто. Нам нужно одновременно залазить и вылазить. И просто вбок вот так вот по-медленному, по-медленному уходить. Ну и вот, в принципе, он у меня уже получился. Очень легко и просто. То есть... Че? Эм... Это шутка, что ли? Не до конца получилось, видимо. Ха, да, точняк, не до конца получилось. What the fuck? Реально, че за фигня? То работало, то перестало. Ладно, давайте тогда вперед это делать. Короче, вперед вот так вот идем. Не с первого раза получится, это вам 100% говорю. Потому что, ну, баг интересный. Но реально нужно немножко посидеть, поделать. Но, когда я первый раз на стриме делал, у меня с первой попытки получилось, что очень-очень странно. Так что, ну, не знаю, кому как повезет, так сказать. У вас в итоге должно быть, чтобы кроватка у вас оставалась, типа, всегда. То есть, с любого места вы можете телепортироваться под кровать. И самый прикол в том, что вы из кровати вылезаете, и вы снова в том же месте, где залезли. И это очень круто и помогает проходить игру. Вы таким образом можете за бабулей следить. То есть, это реально очень круто. Просто вот реально респект, кстати, вот получилось, по-моему, да? Ну да, вроде как. Так, о, смотрите-ка, записка вон там, видите она? На картине. Ну все, вот получилось. Теперь, короче, я вот могу. Встал такой, в шкаф залез. Спрятался. И... Та-дам! Я уже здесь. От... Ё-моё, нифига я напугался. Смотрите. То есть, я вот отсюда под кровать. Отсюда под кровать. Это очень круто. Допустим, допустим, представим ситуацию. Кстати, можно вот это, наверное, ерунду выкинуть, да, уже? По-моему. Ага. Вот. Ой, бабуля вот идет, видите? Давайте сейчас, короче, попробуем, чтобы бабуля на меня прям шла, и я успел телепортироваться. Э! Пердуля. Камон, камон. Че, как у тебя дела? Хоп-хоп-хоп идет. Я такой, хоп. Нажал, и все. Мне бабуля не страшна. Мне бабуля не страшна. Опа. Хоп. Бабуля. А я уже здесь. Эй. Эй. Бабусь. Ты... Оп! Ё-моё, напугала бабка, блин. Вот эффект неожиданности-то, а. Вы видели? Вообще жесть. Я думал, она меня не видит такая. Она, оказывается, меня обманывала, чтобы я к ней со спины подошел. Это очень эпично было, и немного страшно, блин. Очень неожиданно, на самом деле. Ладненько, я понял тебя, бабуся. Ты меня тут решил немножко потроллить, как я понимаю. Офигенно. Ладненько. Сейчас мы, короче, тогда попробуем этот же баг сделать. Так, давай. Не получилось. Окей, ничего страшного. Делаем дальше. Снова не получилось. Ладно, проблем нет. Если что, нужно просто вот так вот идти вперед и вылазить-залазить. У меня, вы слышите клавиатуру, потому что я снимаю с эмулятора. То есть, ну, я с компьютера как бы все это делаю. О, смотри, со второго раза получилось. О, смотрите, в этот раз уже в другом месте записка. Забавно. Кстати, у меня на стриме прям было сразу, получается, две. Вот эти вот картинки сбоку. И ящик, и этот. Как его? Кровать. Как-то так я сделал. Прикольненько получилось. О, вот, бабуся идет, ломает дверь, как будто бы на самом деле. Ох, пришла, пришла, пришла. Крутая, крутая. Давай, иди отсюда, бабуся. Ее, кстати, такие пальцы маленькие и тонкие, это жесть. И острые, блин. Она, наверное, своими пальцами может тебя зарубить, а не битой мочкануть. Интересно, если я сейчас вылезу, это будет эпично? Не, мне кажется, она меня увидит. Ну, пофиг. А, вон она. Эй, бабуля. Пердуля. Так. Без этой штучки, короче, лучше не делать, потому что, ну, как-то фигово, видимо, работает. Я так понимаю. Лучше с этой ерундой делайте. Как я понял. Еще, кстати, прикол есть в том, то, что... Давайте мы вот это вот здесь вот оставим. Сейчас я попробую спрыгнуть. И тут можно в самом низу телепортироваться. Вот так вот телепортируетесь. Ага. И пошла она вниз. Ага, это я уже лоханулся и не успел в самом конце телепортироваться. Если я не ошибаюсь, то там как-то лицо скручивает, и тебе наступает кирдык. И ты потом не можешь нормально покрутиться. Это мы на стриме тоже практиковали. Забавная тема такая была. С кроватью можете с любой делать, по сути. Как бы я пробовал только с этой, но, наверное, и те две, которые в соседних комнатках, тоже подойдут идеально. Так что в этом плане баг просто, ну, отлично работает, что же сказать. Реально очень даже неплохо. Так, дальше мы что берем? Я, короче, вот эту ерунду беру. Здесь сажусь и двигаюсь влево. Мне влево как-то больше нравится, знаете. Вперед как будто бы подольше, а влево прям здесь все как будто под контролем, что ли. Я не знаю, как это правильнее назвать. Здесь, наверное, тоже, когда ты будешь залазить, у тебя где-нибудь впереди будет там на манекене, может, на стенке вот эта вот, как его, записка. Не знаю, сейчас посмотрим. Я тоже, то есть, не пробовал с этой ерундой, по-моему. Так, ну все, вот получилось у нас. Ага. Так. Теперь мы, короче, вот сюда сейчас эту ерунду кидаем. Так. Хоба. Эм. Вы прикалываетесь, что ли? Это как я так сделал-то? Вот это, конечно, не особо ожидано. Так, ну ладно. Давайте тогда мы скинем манекен. Пу-пу-пыщ. Ой, полетел. Ё-моё. Вот улетел, так улетел. И, кстати, посмотрите-ка, у меня баг-то не получился. Чё за фигня? Вот это, да, как он у меня слетел-то так, чё-то я не понял. Типа бросать эту фигню. Ой-ой. Заныкаться я успел. Фух, блин. Это было опасно. А чё у меня как баг-то пропал? Я не понял чё-то. Это когда я бросил записку или когда вообще это произошло? Фигня какая-то. Я чё-то не догнал. Так, ладно, бабуля у нас ушла. Так, давай пробуем. Это очень странно. Знаете, когда я делаю вбок, у меня как будто бы всё получилось. А потом, когда на самом деле пробую, нифига не получилось. То есть, реально, походу, я раньше времени всегда отпускаю, когда вбок делаю. Из-за этого, мне кажется, что получилось. Вот я балду, я. Так. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. А, нифига. Кстати, ещё эта записочка в крови, блин. Нифига, она, видимо, простую жертву ещё хуже, чем меня мучает. Ну, хотя, на самом деле, мне кажется, именно в моём случае, бабулю больше мучил всё-таки я. О, вот, смотрите, видите? Она впереди, вон, на манекене появляется. Интересно. А если я туда, вот, допустим, направлю? А, вот она, смотри, вон там появляется всё дальше и дальше. Лол, прикольно. Кстати, походу, получилось, да? И вот так вот залазишь, и смотри, вон там вот есть эта вся тема. Так. Значит, я бросаю вниз сейчас эту ерунду. И где она? О. Ой! Я успел. Ё-моё. И чё теперь делать? Всё, скрутило? Тут надо сесть, чтобы задвигаться. Я потому что это уже пробовал. Вещи взять никакие нельзя. Вот это да. Камеры вообще пошевелить невозможно. Говорю, жёстко скручивает, и тебе кирдык нападает. А бабуля чё думает, интересно? Шумит эта ерунда. Давай, бабусь сейчас меня резко напугает. О! Бабусь, это пофигу! Вот это да! Бабуля, ты чё? Ох ты ж, блин. Вот бабуся гадина, а. Вот этого я никак не ожидал. Бабуль! Ну чё ж ты делаешь, да, со мной? Вот балбеска-то бабуля. Нафига вот она так этот свой поставила балдуйский хапкан? И самое прикольное, что мне сейчас только нужно выключать игру, чтобы в неё заново зайти. Да, вот это я в тупик, конечно, жёсткий попал. Ну давайте мы перезайдём, всё заново сделаем. Я вам покажу этот баг прям в профессиональном использовании, в каких моментах он очень сильно пригодится и так далее. Окей, ребят, день первый, погнали сразу. Ух ты, ё-моё, нифига себе понесло. Шустро-быстро всё это делать? На самом деле без разницы, можно и под кровать, и в этот ящик, как я понимаю. Так что заморачиваться в этом плане вообще не стоит, как по мне. Так что делайте с чем вам угодно, но самое главное, берите записку. С ней всё это работает удобнее. Работает всё удобнее, правильнее, как я понимаю. Ну вы мне, короче, сказали записку с собой брать. Типа это очень важная часть этого бага, оказывается. Я просто не знал. Вот мне подсказали, теперь буду знать. Ну вот так вот мы её несём. Аккуратненько, аккуратненько. И, в принципе, она очень-очень-очень помогает. А, кстати, мы сейчас прямо на улице, наверное, сделаем. Чтоб мы телепортировались вот сюда вот. Чё заморачиваться-то действительно? Это же вообще супер, как бы, изи. Давай, погнали, делаем. Не получилось, окей, проблем ноль, ещё делаем. Чё? О, кстати, смотрите-ка, вон она там на этой фигнюшечке деревянной появляется записка. Так, не хочешь? Ну ничего, мы будем упорно трудиться, чтобы это получилось. Чтоб вы, ребят, прямо на серии видели то, что у меня у вас самого ни с первого раза нифига не получается. Ой, ни с первого раза получается, как вы думаете. Потому что вы, наверное, один раз попробовали и уже в комменты пишите, а у меня не получается. Вот, а на самом деле у меня тоже ни с первого раза нифига получается. Так что давайте-ка. Тут у нас нужно пробовать и пробовать, не сдаваться ни в коем случае. Так, ну давай вбок попробуем. Вот вбок у меня вообще никогда не получалось. Ну, видимо, и здесь тоже не хочет получаться. Так, нет, не получается. Ох ты, интересно, что же будет, если... Блин, а там, когда концовка-то, она прям, когда тебя ударила, я успею, интересно, нажать? Вот это будет интересно попробовать, кстати. Ха-ха, блин. А знаете, в чем еще жестче, да, будет? Это когда мы попробуем ее, короче, в тюрьму засунуть. Вот, кстати, получилось, видимо, когда я вбок иду. Так. Вот. Вот, все, получилось. Видимо, когда я эту шнягу выкидываю, она меня этот... Как его? Перестает работать, что ли, или как? А нет, вроде все работает. А что тогда? Я ничего не понимаю. Ой, она уже идет. Вот. Выехала бабуся. За мистером Флоки. Так, работаем, валим отсюда. Э! А-а-а, я все понял. Когда мы через какое-нибудь окошечко лезем, то тогда этот, как его, сразу все это пропадает. То есть, хоть какое-то использование делаем, то сразу это пропадает. Так что, имейте в виду. А давайте теперь просто попробуем этот баг. То есть, без какой-либо записки. Что, интересно, получится? Так, супербыстро это делаем. Вот, все получилось с первого раза, да? Так. И? Ага. Ну вот, смотри. Я хожу, хоп, телепортировался. Ну давай, смотри. И без записки работать. А зачем вы мне говорили записку тогда брать? Эм. Что-то не понимаю прикола. Ну а какой черт тогда мне записка-то нужна? Очень странно. Так, подожди. А давай попробуем что-нибудь в руки взять. Мне нужно действительно понять, из-за чего же перестает работать этот баг. Это очень интересно. То есть, может быть, из-за того, что я что-нибудь в руки там беру. Я не знаю. Ну вот я использую. Все равно у меня все это остается. Так, здесь сверху ничего нет. Может, тут что-нибудь? Нет, тоже ничего. Когда поползал. Нет. А из-за чего, интересно, тогда пропало? Нет, я реально не понимаю. Возможно, из-за того, что как раз-таки... Вот, давай возьмем. Так. Все равно работает. А из-за чего пропало-то? Видимо, походу, когда через окно лезешь, что ли, или как? Не пойму, что-то. Из-за чего-то же пропало. Так-то мы можем бесконечно бегать. У нас что-то типа бессмертия, телепорта бесконечного. Ну, блин. Не пойму я что-то. В чем все-таки прикол здесь? До конца не понимаю я. Очень странно. Очень-очень странно. А нереалистично в этой игре то, что я бабульке не могу по башке долбануть этим молотком. И у меня будет самая счастливая концовка. Это было бы круто. Так, это все тоже. И вот я снова телепортировался, и все хорошо. Блин. Что это такое-то? Я не пойму. А это что у нас здесь? Ага. Когда через окно. Давай посмотрим. Нет, не пропало. Эм. Очень странный баг. Это я вам серьезно говорю. Когда без какой-либо записки, все вообще офигенно работает. Очень непонятно и странно. В чем вообще прикол тогда? Так, закидывай давай. Закидывай. Блин, он не хочет закидывать. Эти гаденыши сейчас еще придут. Бабуси всякие. Экс. Нет. Нет, пока никого. Ну, короче, что могу сказать вам. Баг очень крутой. Я сейчас его напоследок попробую, ну, кое-как еще испробовать, так сказать. И прям, когда она будет ко мне подходить, я просто телепортируюсь. Вот таким вот образом. Давай, бабуся. Мы тебя ждем. Можно ее патрулить, дверь перед ней позакрывать как-нибудь забавненько. Мне кажется, она меня сквозь завалит дверьку. Алло. Миссис Грэнни, I'm here. Камон, камон. Я ее жду, она ко мне идти не хочет. Очень странная бабуся. Ну, короче, с этой запиской не делать какая-то фигня. Вон, без записки и то лучше получается. Я не понял прикола, зачем записка эта нужна тогда. Здорово, бабуся. Пока. И сейчас я телепортируюсь, она меня съест. Вы видели? Ох, и все, прям к ней телепортировались, не успел. Ха-ха, блин, жестко было, смотрите-ка. Нельзя свалить, когда она тебя уже поймала. Хитрая бабка-то какая. Ладно, друзья, вот вам такой самый крутой чит на телепортацию. Мне капец как понравился. Думаю, то, что вы его сможете использовать реально как захотите. Ну, потому что возможностей просто куча благодаря этому багу открывается. Можете делать с помощью любого предмета, под который можно залазить, в который можно залазить. Кроме шкафчика, естественно. Вот, то есть, сундучок, этот, как его, кровать, спокойно делаете. Можете запиской, можете без, я чертова знаю, для чего вы мне сказали запиской делать. Он вроде без нее сделал, с первого раза получилось, да и вообще замечательно. Через всю карту телепортировался с заднего дворика на этот, как его, на чердак вообще. Так что, ну, не знаю, не знаю, спорный момент такой. Ну и плюс к этому в следующем видео, скорее всего, я вам покажу самый крутой взлом на Грэнни, который мне нереально понравился. И благодаря которому у меня еще появятся новые возможности для реализации моих новых идей по Грэнни. Как поиздеваться, найти, что еще прикольного можно с ней сделать и так далее. Ну, а на этом, в принципе, все. И да, по поводу следующего видоса. Вы пишите в комментариях, вообще вам это интересно будет или нет. Вот, а так, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok